Меня зовут Бэр Гриллс, и сегодня я буду выживать на планете 45-46-Б. Давайте посмотрим, насколько сурово меня встретит эта планета. Ну чё, разород, благодаря нам! Ёбаный рот! Да, действительно сурово. Вокруг одна вода, но её нельзя пить. Полно рыбы, но её нельзя есть. Некоторые выглядят так, что к ней и подплывать-то не хочется. Итак, я Бэр Гриллс, если вдруг кто забыл. И я выживу в этой дыре. Я выжил в Анор Лондо. Я месяц жил в Москве на прожиточный минимум. И выживу на планете 45-46-Б. Давайте для простоты я буду называть эту планету Манаан. От соседей Сней. О, да. Теперь я получил удовлетворение. Но удовлетворением сыт не будешь. Что ж, давайте для начала попробуем заказать доставку еды по рации. Ты опять выходишь на связь, Мудива? Вот ятишкины пассатижи, как любил говорить мой дед-фронтовик. Рация сломана. Многие подумали, что на этом моё выживание закончится, но нет. Помните про Москву. Что ж, придётся действовать старыми проверенными методами. Итак, я Бэр Гриллс, и я выживаю на планете Манаан. Кстати, я уже говорил, что я Бэр Гриллс. Не помню. Привет, детишки. Да, насчёт сборки. Её нет. Но было бы странно заканчивать на этом ролик, поэтому слушайте дальше. Помните, как сказал Квайгон? Всегда найдётся рыба крупнее. И действительно ведь находятся всё крупнее и крупнее. Будто бы у нас дел других больше нет, кроме как сражаться с рыбами размером с небольшой дом на этой богом забытой планете с великолепным названием 4546Б. О да, я так своего сына назову, и кошку тоже будут тёзками. Шутки и шутками, но встречи с левиафанами, да и не только с ними, хорошенько так потреплют нервы любому игроку в сабнафтику. И я это уже говорил. Но стоило мне об этом заявить, как тут же нашлась кучка самураев, иначе просто не назвать, которые рассказали, как они с криком «КСООО!» на левиафана с ножом ходили. Ну да, всего-то 125 ударов на одного жнеца, 7 минут выверенного по секундам боя. Всего-то! Мничилы. Лучше уж я просто мимо проплыву. Как будто ни было, говорить так могут только самые прожжённые, а если уж быть ближе к сеттингу игры, самые пробульканные профессионалы, которые реально пробулькали не одну неделю в местных водах. Сабнафтика шикарна, но у неё есть серьёзный недостаток. Низкая играбельность. Первое впечатление самое лучшее, Дальше уже сильно по вкусу И еще биомы местами не меняются Ну, хоть ландшафт перестраивается и на том, спасибо Но и тут рокировка порой выглядит так, что будто бы ее и вовсе не было Потому тем, кто все же решил переиграть или вернуться в игру после долгой передышки на суше реальности Наверное, будет не лишним как минимум ознакомиться с некими костылями, назовем их так Костылями для геймплея К примеру, мне очень нравится строить базу Но серьезная база требует серьезных ресурсов И тут заканчивается, скажем так, титанит То есть титан И ты понимаешь, что на своем маленьком кораблике с крохотным багажником ты много его не навозишь По факту проплыть километр, собрать обломки и проплыть назад несложно В случае, если база в безопасной зоне не требует маневрирования между призрачными жнецами и стражами Вы знаете, я однажды застрял в пещере со стражами Они телепортировали меня прямо в магму, я мгновенно погибал Я оттуда еле выкарабкался Возвращаясь к теме, лавирование между врагами в поиск редких ресурсов Спуск на глубину для бурения, геологическая разведка, да даже просто прохождение с точки А в точку О Это интересные моменты и неотъемлемая часть геймплея Но в случае, когда тебе требуется проплыть полкилометра по мелководью, чтобы набрать в виде сущего титана Это наскучивает Один единственный источник чистой воды Это огромная машина, требующая отдельную комнату Это неудобно И вообще, Альтера охрененно богатая корпорация И очень странно, что у нее такое несерьезное разнообразие технологий Что, конечно же, не более чем игровая условность Короче, геймплей было бы неплохо разнообразить И тут на помощь приходят те самые костыли Моды Да, добро пожаловать в рубрику Танцы с бубном Сегодня мы рассмотрим моды на сабнафтику И таки соберем ту самую лучшую сборку Сами, вот этими вот руками Или ногами Тут уж как пойдет Сразу скажу, что большинство модов так или иначе являются в какой-то мере читерскими По крайней мере, они нарушают баланс Баланс абнафтики четко выверен, поэтому нарушить его расплюнуть Однако то, что он выверен, не означает, что он правилен Не забывайте это Поэтому я просто расскажу про моды, а вы сами решаете, использовать их или нет Итак, моды мы будем брать со всем известного сайта Nexus Да, они там на ненашенском языке Но преимущество данных модов в том, что английские названия предметов или технологий На общий геймплей не влияют совершенно никак Как и на понимание этих самых технологий Так что будьте спокойны Как вы знаете, иногда для конкретных игр сделаны вспомогательные менеджеры модов Например, для Skyrim или Fallout Ну а есть и те, кто сами себе отрастили встроенный мод-менеджер Путем естественной эволюции сознания разработчиков Subnautica относится к промежуточному звену этой игромеханической эволюции Менеджер модов ей можно скачать отдельно, но используется он внутри игры Наподобие Skyrimовского расширения Называется этот мод Q-Mod Manager Его необходимо скачать в любом случае, потому как без него большая часть мода попросту не будет работать Ну и также в меню игры при помощи Q-Manager можно настраивать те моды, что в принципе предусматривают настройку Устанавливается он через инсталлятор на предварительно закрытую игру После установки в папке игры появляется папка Q-Mods, в которую нужно помещать все интересующие вас моды Как и обычно, я рассматриваю Steam-версию, но подозреваю, что дети веселого Роджера смогут решить для себя эту проблему Также хочу заметить, что устанавливать и удалять моды можно в любой момент Удаление происходит методом удаления самой папки с модом, и на загрузку сохранения это никак не повлияет Во всяком случае, у меня не влияло ни разу То есть не будет никаких табличек, как в Skyrim, что, мол, отсутствуют такие-то моды Если у вас были созданы постройки из модов, то они просто исчезнут Но я все же настоятельно рекомендую разобрать их, прежде чем удалять мод И вообще, первое правило сборщика сборок для игры — никому не говорить о сборках для игры А нет, стоп, это не то Первое правило сначала — собери, потом играй То есть всеми правдами и неправдами избегайте установки и удаления модов уже в процессе игры Потому что только бог-машина знает, где и какой скрипт нечаянно затронет это действие И как потом отразится это на игре Она может начать глючить, стать непроходимой, а может и вовсе ничего не случится Обязательно учитывайте это И это касается любой игры Также для работы многих модов сабнафтики Погодите, нет, мне что-то сказали, что я безграмотное чмо Не сабнафтики, а субнотики Или же сабнаутики Так вот, для сабнаутики необходим также Знаете, что, я лучше по старинке Для сабнафтики необходим также мод SML Helper Сам по себе он геймплейно не делает ничего Просто упрощает жизнь мододелам Но нам он нужен все равно Скачиваем и устанавливаем То бишь распаковываем в папку QMods Вот теперь уже можно начинать исследовать глубины Нексуса С вами снова Bear Grylls И я выживаю на Манаане Итак, первым делом мне необходимо было добыть воды Без еды человек может жить месяц А если под рукой интернет, то и два Просто потому, что он банально забудет, что он хочет есть Но вот без воды он не протянет и недели Вода основа всего О, а вот и 3D принтер, который напечатает мне бутылку воды Что? Для этого нужно ловить рыбу? Вот блин Нужно две рыбы пузыря Ну хорошо, пойду ловить Заодно и пожрать что-нибудь принесу, чтобы два раза не нырять Тут некоторые сразу спохватятся Как два пузыря Всегда же был один Да, детишки, начнем мы с мода усложняющего жизнь Потому что самый сложный вариант игры Это режим сложности, на котором у тебя лишь одна жизнь Извините за обилие слова сложности и жизнь Но даже если не застрять внимание на том, что я всегда считал такие режимы дебильными Все-таки из виду нельзя упускать вездесущие баги Я вам рассказывал ведь уже, как улетел за текстуркой и пожертвовал крабом ради того, чтобы не запороть сохранение На самом деле я еще и сквозь подлодку проваливался И какая уж тут нафиг одна жизнь Поэтому лучше ставить нормальный режим и не выпендриваться Не доросла игра до хардкора И что получается в сухом остатке? Играть легко Сначала идет притирка, ну а потом ты понимаешь, как функционирует мир и все Сложность исчезает практически полностью Особенно сильно на это играет дешевизна Меня долго запугивали, что вот алмазы Алмазы это такой ценный ресурс Такой ценный, что вот прям береги его, как зеницу ока Кристаллы настурана Или настурна Вообще такие вот трудные в нахождении, что трижды подумайте, прежде чем строить ядреный реактор А уж зубов сталкера лучше набрать несколько мешков сразу Ибо эмалированных стекол потребуется немало И что в итоге? В итоге я имею хранилище зубов сталкера столько, что любой орк-варбосс обзавидуется Алмазов столько, что на Аляске столько нет А настурана столько, что можно построить не то, что топливные стержень, а ядерную бомбу И решить вопрос карантина раз и навсегда А все потому, что ресурсы не используются На самый ценный сплав в игре, пластоленовый, нужно до смешного мало ресурсов На высокие технологии тоже Их не хватает на начальном уровне, но потом их просто завались Потому в авангарде моей сборке идет мод Custom Craft 2 Сам по себе он позволяет создавать вещи для крафта мододелом Но нам он нужен лишь для установки пресета, меняющего цену тех самых предметов Пресет называется очень просто Realistic Reciples and Increased Defectly Проще б некуда, блядь Благодаря ему практически все чертежи в игре обретут новую цену Гораздо более труднодостижимую Например, про то же эмалированное стекло Оно будет требовать 3 зуба и 2 стекла И действительно, что это за зуб такой, что его хватает на обработку? Какого он должен быть размера? Вот, теперь нужно 3 Или вот пластоленовый слиток теперь требует, как и раньше, 2 титановых слитка И теперь уже 4 лития и алмаз Ну, как бы прочнейший слиток, из него космические корабли строят же Почему бы не использовать алмазы, например? При том, что титановый слиток теперь стоит 20 титана и 1 свинец В какой-то веке этим горам титана найдется применение Тем более, что, например, постройка одной комнаты теперь как раз-таки стоит 1 слиток И это серьезное заявление Как видите, играть становится сложнее, но в то же время намного интереснее И потом, в этой сборке я покажу вам и так достаточно модов, облегчающих жизнь Так почему бы ее предварительно не усложнить? Меня все еще зовут Бэр Грилс И я нажрался рыбой, напился непонятной воды И после этого мне пришла в голову идея построить подводную базу По радио сказали, что мне нужно искать другие капсулы А еще что в России на выборах снова победил Путин С этим надо что-то делать Я имею в виду с поиском капсул Для этого мне и нужна база Она станет отправным пунктом И вот, фундамент заложен Я построил одну многоцелевую комнату Но целью у нее будет только одна Мое выживание Отличная комната, просторная Примерно в такой же жил мой дед Ах да, я забыл, что мне нужно дышать Придется построить источник энергии, чтобы запитать базу Начну, пожалуй, с биореактора Ведь я люблю природу и засирать ее радиоактивными отходами не хочу Вот, отличный биореактор Я думал, он выглядит не так Вроде энергия есть, только что-то дышать все равно нечем Ой, кажется мне плохо О, а тут у нас сразу несколько модов Первый касается биореактора, как вы поняли Он действительно не такой, каким вы его помните Он, видите ли, изменился за лето Два мода Better Bioreactor и Fish Overflow Distributor Преобразуют его в нечто гораздо более полезное, чем он был изначально Первый улучшает его интерфейс Теперь на мониторе, помимо надписи «Активен» Будет отображаться еще и число выработанной энергии А также знак «плюс», если энергия все еще вырабатывается То есть не нужно больше лезть в него, дабы узнать, переваривает он рыбу или уже нет Кроме того, раньше он переваривал лишь одну вещь за раз То есть ты мог выгрузить туда ведро рыбы, и он бы молол ее по очереди Нужно ли говорить, что в этом случае прирост энергии смехотворен? Теперь же он перерабатывает сразу все загруженные в него предметы Более того, на каждом теперь написана степень переработки То есть вы поймете, если припертое с глубин мана на яйцо уже вот-вот закончится Впрочем, яйца теперь будут не в ходу из-за второго мода Если вы на базе держите большой аквариум Не напольный, а тот, что для выращивания фауны То знайте, что рыба в нем размножается Только у аквариума есть свой предел вместительности И благодаря моду, когда этот предел будет достигнут Излишняя рыба будет автоматически помещена в биореактор Не мне вам рассказывать, насколько это удобно То есть можно сделать две двухэтажные комнаты Где на первом этаже будет биореактор А на втором аквариум с рыбами И в итоге энергия на базе будет почти всегда Но опять же, она будет, но ее будет не избыток Сделать из биореактора источник беспребойного питания можно Но имбой он не станет Хотя бы просто потому, что рыба размножается небыстро То есть вы можете быть уверены, что не придете на базу А там ноль на счетчике Но и гору энергии и зверскую регенерацию тоже не ждите Умеренные в плане баланса улучшений И крайне удобные и полезные на самом-то деле А вот насчет кислорода Это тема отдельная Я всегда задавался вопросом Почему для выработки воды требуется огромная, блин, фильтрующая машина в четверть комнаты А для выработки кислорода не требуется вообще ничего Он просто сам появляется в комнате, если подать на нее энергию Почему? Ну, понятное дело, что это лишь игровая условность Мод серии OX Station как раз таки убирает эту условность Теперь вы можете построить базу, подать питание Но кислорода на ней все равно не появится Кислород теперь вырабатывает отдельная внешняя постройка Специальная машина И это, блин, логично, знаете Стоит она умеренно и строится рядом с базой По факту это тоже лишь формальность Никакие трубки от нее никуда не идут Но все же это более правдоподобно, согласитесь Кроме того, подплыв к ней можно заглотить воздуха прямо из источника Что тоже бывает полезно во время, например, садовничества на базе Особенно если ваша база на большой глубине Но будьте внимательны, вырабатывая кислород, машина изнашивается Поэтому придется следить за ее целостностью Изнашивается медленно, но все-таки изнашивается Ремонтировается она очень легко и быстро ремонтным инструментом А за целостностью можно следить прямо на базе Для этого предусмотрен специальный монитор, показывающий уровень целостности каждой кислородной машины У модификации есть продолжение Аналог для циклопа и мотылька, что тоже логично Если на базу можно еще рукой махнуть, мол, ну она же стационарная и все такое То, что вырабатывает кислород в том же мотыльке Теперь мы знаем, что особый модуль, без которого с непривычки съев в машину Можно вскоре попросту задохнуться Такие вот дела И да, циклоп это тоже касается Только для того, чтобы он работал с ним Необходимо установить еще один мод Но об этом позже Меня по-прежнему зовут Бэр Гриллс И я все еще жив Как хорошо, что я быстро всплыл и не задохнулся Я еще и не из такого дерьма выкарабкивался А все благодаря вот этой вот замечательной надувной подушке Безполезная хрень на самом деле Но сейчас она меня спасла Так, с биореактором у меня как-то сразу не заладилось Но мне все еще нужна энергия К тому же, машина вырабатывающая кислород тоже ее потребляет Но кто бы мог подумать Идея пришла незамедлительно Я вспомнил, как мой дед работал на мельнице Мельница, вода, водяная турбина Эврика, как говорил кто? Правильно, Майкл Джексон Я решил расположить пару водяных турбин рядом с базой И мало-помалу они начали делать свое дело А я тем временем займусь сбором ресурсов для постройки чего-нибудь, что умеет быстро плавать Собирать ресурсы вручную, это, конечно, весело Первые несколько дней Потом это уже начинает напрягать Да и металл тянет на дно, что не круто Мне понадобится хорошее хранилище К счастью, станок предложил мне сделать небольшой ящик для хранения Я послал его нафиг и вспомнил уроки деда, после чего соорудил из надувной подушки собственной крутости и титана отличный вместительный ящик Однако тут я вспомнил еще об одном устройстве, которое должно было мне помочь в сборе ресурсов Бурить в зале же мне пока нечем, разве что ногтем расковырять Я, конечно, именно так и попробую сделать, пока новособранная буровая машина будет добывать мне ресурсы Посмотрим, что из этого выйдет Итак, у нас тут еще несколько интересных модов Во-первых, как вы поняли, ящик для хранения Честно, у меня с обнафтикой вообще вышло весело Смастерив строительный инструмент, я где-то 2-3 реальных дня не мог догадаться, что он активируется на правую кнопку мыши Я 3 дня искал способ постройки базы В то время как мне очень не хватало места в капсуле для хранения ресурсов Все, что мне предлагала игра, маленькие плывучие чемоданчики Это, конечно, хорошо на безрыбье, но вместительность у них посредственная Я бы не отказался от нормального чемодана, тем более, что они вон повсюду валяются Мод Floating Cargo Crate дает возможность как раз такие вот ящики крафтить Я не просто так сказал о тех надувных подушках для всплытия Как по мне, они совершенно бесполезны Здесь же они идут в дело Теперь они нужны для крафта этого чемодана Он вместителен и точно так же размещается и на воде, и под водой Разница лишь в том, что его нельзя положить в рюкзак Его можно лишь разобрать и собрать на новом месте Ну то есть разницы, можно сказать, практически вообще никакой нет Зато пользы намного больше, чем от маленьких переносных чемоданчиков Конечно, гораздо выгоднее хранить все внутри базы Но иногда все-таки есть нужда и в таких вот контейнерах А вот теперь спорный мод Спорный, но очень мне полюбившийся Называется он FCS Deep Driller FCS это целая серия модов одного производителя Причем серия высокого качества О трех из них я уже рассказывал, это те, что отвечают за кислород А вот Deep Driller это еще один подобный Как видите, это специальное устройство бурения Оно устанавливается на дно и в принципе уже может работать в теории Однако ему еще требуется скрафтить три вещи Панель доступа, чтобы было куда своими грязными пальцами тыкать Энергоузел, тут их два на выбор, солнечная батарея и обычная батарея И, собственно, сама дрель Дрель можно улучшать аж в два раза, чтобы машина работала эффективнее От продвинутости дрели зависит то, как много ресурсов за игровой день она добудет Стоит все это добро, надо сказать, недешево Даже на фоне мода, усложняющего все изобретения Зато эффект потрясный Сначала размещаем модули Это, кстати, делается переносом мышью, просто нажатие не работает Затем Yen-тот самый Driller сканирует местность на наличие ресурсов И теперь любой из найденных можно выбрать в меню и на нем сфокусироваться Все, теперь вы будете добывать именно его Точнее не вы, а машина Вы можете отправляться по своим делам На начальной стадии добыча идет медленно Зато с дрелью МК-3 она заметно ускоряется Как только хранилище переполняется, машина отключается Соответственно, когда энергия кончается, тоже Насчет энергии Питается эта дурында аж от четырех энергоячеек Это, блин, почти как подлодка И жрет их, должен сказать, как не в себя То есть, чтобы наладить добычу ресурсов на постоянной основе Будьте добры построить минимум два зарядника для энергоячеек И держать про запас две оных Что с модом на удорожание, ой, как непросто Конечно, солнечная панель частично решает этот вопрос Однако, получается так, что машина работает лишь днем А ночью моментально сдыхает без энергии Смотрите сами, что вам ближе Почему же я назвал этот мод спорным? Ну, потому что некоторым может показаться, что он как-то совсем уж на халяву добывает ресурсы Уверяю вас, это не так Во-первых, часто в игре без модов я сталкивался с тем, что у меня, например, не хватает того же Титана Нужно плыть полкилометра и собирать обломки На это уходит время То же самое время можно провести с пользой, пока его добывает дрель Причем заметно медленнее Во-вторых, не нужно думать, что эти ресурсы на халяву Скажете, так легко будет добыть тот же Кианит, Настурн и прочее? Ну, давайте посчитаем Считать будем, разумеется, с модом на удорожание Построить одну многоцелевую комнату Один титановый слиток А это 20 титан и один свинец Это без фундамента С фундаментом это еще плюс слиток и два свинца Люк для входа, две резины, кварца и пять титана Далее обращаю ваше внимание, что все постройки из линейки модов FCS требуют специального станка Что удобно на самом деле Он крафтится по старой цене, кажущейся уже смешной Титан, микросхема и магнетит Заметьте, микросхема теперь это два коралла Золото, серебро, титан и провод Провод все еще две меди Кислородной станции обойдется вам слиток титана Две смазки, комплект проводов, две резины, кислородный баллон При том, что резины это теперь три водоросли Смазка требует чистую воду и так далее дальше по списку Продолжать не буду, думаю вы и так уже поняли в чем подвох Вам даже чтобы построить названные прибамбасы Уже понадобится гора ресурсов И это еще скромно, прям таки по-спартански Я уж не говорю об энергии, о самой дрели, о других постройках Ну таких как док, краб, модули для того, чтобы погрузиться на глубину Где вообще можно найти кианит и так далее Притом вспомните, тех же кристаллов настурана В игре столько, что можно стержни понаделать просто до хрена Собственно с приобретением краба лишь вопрос времени Когда любого ресурса, кроме разве что кианита Будет хватать вообще на все Теперь это не так Лично для меня игра стала в разы сложнее и интереснее После такого переосмысления экономики На этом фоне добывающая станция смотрится совсем не лишней Тем более, что ей нужны дорогие батареи Ведь вряд ли вы будете строить их где-нибудь на глубине проникновения солнечного света Но если уж совсем желаете полнейшего хардкора Ладно, можете обойтись и без них Как бы то ни было, FCS линейка продолжает нас радовать Биореактор, как вы помните, стал милее Он сам пополняется, притом не гудит, как ядерный реактор Однако, чтобы построить самобытную систему, теперь требуется немало ресурсов Есть альтернатива Водная турбина Извините, я просто не знаю, как это правильно назвать В общем, аппарат, который использует силу течения, которая в игре не реализована Забавно, правда? Крутит крутилку и вертит вертелку, за счет чего вырабатывается энергия Вырабатывается толково, должен признать И сам аппарат тоже красивый На нем видно и выработку, и целостность Да, вращение турбины вредит аппарату, поэтому его, как и кислородную машину, придется временами ремонтировать Опять же, быстро и без напряга Для удобства есть внутренний монитор, который показывает статус всех ближайших турбин И красиво, и эффективно, и экологично Собирается на том же самом специальном станке, дополнительных прибамбасов не требует Кстати, да, забыл сказать, FCE-станок – это отдельный мод, и его тоже нужно установить Я уже говорил, но еще раз скажу Отдельный станок для линейки модов – это очень интересное решение, а главное – очень удобное Не захламляется старый станок, и создается ощущение новизны и технологичности А это снова я, Бэр Гриллс, если вдруг кто забыл Я собрал достаточно ресурсов для постройки базы, теперь мне нужно озаботиться едой Итак, что мы имеем? Энергию нужно экономить, поэтому я, пожалуй, поживу в темноте, мне не привыкать Вместо этого буду использовать декоративную лампу, очень удобно И все-таки нужно обустроить базу Рабочее место, спальню Первым делом мне, конечно же, повесил портрет деда, и уже вокруг него образовалось все остальное Красиво жить не запретишь, особенно если вся красота собрана вот этими вот руками, а иногда даже ногами Но красотой есть нельзя Я, конечно, пробовал жевать комнатные растения, но потом пришлось строить урну, чтобы в нее проблеваться Не вариант Ладно, видимо, нужно поменьше выпендриваться Сперва вода Жаль, что нельзя просто зачерпнуть снаружи Точнее, можно, но воду придется фильтровать Среди чертежей оказалась водочистительная станция Но, к сожалению, она ожирала слишком много энергии и занимала слишком много места Поэтому из водорослей палок я собрал более компактную модель Конечно, она не так эффективна, но со своей задачей более чем справляется и жрет меньше энергии Теперь еда Аквариума у меня пока нет, но даже если бы и был, жарить рыбу по одной – это не дело К тому же она довольно быстро портится К счастью, пока я жил в Москве, я многому научился Сухих дров и спичек мне, к сожалению, раздобыть не удалось Зато из подручных средств получилось собрать агрегат для запекания рыбы и холодильник Теперь можно не переживать о голоде Наконец-то я сосредоточусь на постройке дока и исследовательского судна Ну что же, тут у нас снова немало вкусностей Начал я, как помните, с малого, с мода Base Light Switch Это простейший мод, который добавляет выключатель Он же включатель Меня, если честно, всегда бесило, что пока подается энергия на базу По всей ее площади горит яркий свет Это практично, но некрасиво и быстро очень раздражает Плохо, насти, на уют влияет Разместив выключатель в любом месте базы Мы можем лишь одним нажатием выключить и включить свет Ни на что это совершенно не влияет Ни на сохранение энергии, ни на ее подачу Это просто эстетика для тех, кто любит создавать уют И вот теперь подробнее об уюте Это, конечно, не Skyrim, деревянных панелей и дыма от свечей тут не найти Однако при помощи мода Decoration Mod можно очень хорошо обставить жилище В первую очередь мы можем сконструировать лампу и разместить ее на любой поверхности внутри здания Теперь читаем аннотацию, тут все подробно написано Обычным кликом мы можем ее включать и выключать, а зажав дополнительно нужную клавишу Регулировать свет, а именно подсветку по RGB схеме, то бишь отдельно красный, синий, зеленый Свет галогена, мощное свечение и его интенсивность Таким образом создать уют на базе будет вопросом вашего вкуса и пачки ресурсов Все потому что свет это 60% успеха не только любой игры, но и любого дизайна в принципе Правильно расставленный свет делает красивым все что угодно Кинорежиссеры и звезды эротического косплея, скажем так, со мной согласились бы Если бы смотрели мои ролики, но они не смотрят, поэтому просто поверьте на слово Ай, жалко Однако одной лампой мод не ограничивается Он также добавляет ряд интересных поделок, которые можно сконструировать при помощи строителя Модельки машин, игрушки, столики, диванчики, шкафчики Причем последние несут не только декоративную нагрузку Они еще и полноценные шкафы, по сути, более компактные и вместительные, чем обычные, я вам, кстати, скажу Кроме того, мод добавляет еще два станка Многовато станков, скажете вы Ну, по умолчанию их в игре всего три А теперь вот стало шесть Ничего, переживем Первый, пурпурный, отвечает за крафт всякой всячины для декорирования базы От скелета левиафана и запчастей стража до датападов и микроскопов Забырившись, на полчасика можно создать очень уютные гнездо, в которые и возвращаться будет очень приятно и желанно Правда, придется заморочиться ресурсами, конечно, но вы же знали, на что идете, верно? Второй станок, зеленый, отвечает за флору По большому счету, можно озеленить комнату так, что на мгновение забудешь, что ты не на огромной глубине Правда, все это потребует уже ионных кубов Но, снова повторюсь, никто не говорил, что будет легко, ребят Кстати, не забывайте, что без всяких модов, простым копированием нужных файлов, можно создать совершенно любые картины в игре Делается это просто Открываем папку с игрой и следуем по пути SN Updata Save it Games Далее заходим в папку с нужным сохранением и там находим папку скриншот Если ее там нет, создаем И уже туда смело кидаем любые картины, главное, чтобы формат был JPG Заметьте, когда вы стоите далеко от картины, движок, чтобы не перегружаться, подгружает уменьшенную ее копию Но если подойти ближе и постоять пару секунд, он загрузит оригинальное изображение Наиболее заметно это тогда, когда изображение размером 4К Раздражает ли это? Да ничуть С декором закончили, переходим к еде Да, я ничего не имею против большого фильтра для воды Пусть он много жрет энергии, не страшно Но мне не нравится, сколько места он занимает Поэтому в деле снова линейка модов FCS Мини фонтаненфильтр Это уменьшенная копия очистительной машины Плюсы? Она реально уменьшенная Можно повесить на стенах, где захочешь Фильтрует быстрее, энергия потребляет меньше К тому же из нее отпивать можно как из фонтанчика, просто зажав кнопку Пока вы на базе, это намного удобнее, чем носить с собой бутылки Хотя, кому как, конечно Минусы? Он не дегидрирует соли Казалось бы мелочь, но соль тоже пригождается, как минимум для засолки рыбы Также его предел средняя бутылка воды Большую по-прежнему может скрафтить только большой фильтр По-хорошему нужно иметь оба, но для разгона маленького вам хватит с лихвой Теперь перейдем к еде Вас ведь наверняка тоже раздражало то, что готовить рыбу можно только по одной Мод C-Cooker исправляет Это добавляя в игру мини-кухню Кстати, заметьте, что я не обращаю, как правило, внимания на то, как стильно выглядят все приборы из модов Особенно из линейки FCS Это потому, что оно и так очевидно Прям прелесть Мое почтение мододелу, честно Итак, Кукер спрашивает Кукера Кукер, а как готовить рыбу? По одной? Нет, отвечает Кукер И действительно, загружаем рыбу в контейнер IN Жмем кнопку старт, охапку дров и плов готов Ага! Вся рыба приготовляется одновременно Это экономит время, как минимум Для работы и кухни нужен специальный газ Его можно генерировать из помета Или же, что проще, из газовых шаров тех самых зеленых ждунов Они встречаются чаще, а где встречается навоз, если честно, вообще не знаю Я вас удивлю, но пройдя по честному игру до конца Я выяснил, что ни разу не был как минимум в двух биомах Вот так вот А вы говорите, павлины Короче, кухня это то, что надо Также у аппаратов линейки FCS часто есть возможность выбрать цвета Она есть и здесь Но самое главное Есть опция автоматического сброса готовой еды в холодильник из следующего мода Жаль, нет автоматической загрузки из большого аквариума Но это было бы уж совсем ленивым решением Если есть аквариум, пойти наловить ветру рыбы из него элементарно И, собственно, его величество Холодильник из мода Sea Breeze Думаю, не нужно объяснять, что делает холодильник Самое удобное в нем то, что простым нажатием можно достать из него столько, сколько нужно еды и воды Но, опять же, учтите, что еда сохраняется только пока находится в нем Если решите взять про запас в дорогу Все равно придется заботиться соленьем рыбы И вот, наша высокотехнологическая кухня готова Меня зовут Андрей Малахов То есть Бэр Грилс Строя док и аппараты для исследований, я выбился из сил А еще я обожрался соленой рыбы И теперь я немного не в себе Я давно бы уже потерял счет времени, если бы на базе не было часов Но, как бы то ни было, с задачей я справился Я не только построил док, я создал также исследовательские машины А то обычный глайдер, конечно, хорош, но с ним задохнуться недолго Самая маленькая из них, мотылек, оказалась полезной на первых порах При помощи краба я, наконец, смог добывать ресурсы с залежей, кататься на акулах и показывать львеофанам фиги механической клешней Но и про подводную лодку Циклоп говорить нечего Комфортабельная мобильная база Я не инженер, но один знакомый варбосс научил меня, как правильно модернизировать сложную аппаратуру в непростых условиях В итоге я заметно расширил функционал Циклопа при помощи металлолома, валяющегося неподалеку Таким образом, я преуспел как в сборе ресурсов, так и в разведке Я заполучил чертежи ракеты и вернулся на базу Мне предстояло построить то, что везет мне, наконец, с этой планеты В один момент ресурсов стало так много, что я начал в них путаться К счастью, мини-склад на Циклопе помогал мне в хранении, а специальный монитор в расфасовке всего, что я насобирал В один момент я столкнулся с трудностью Я понял, что собрал достаточно неорганических ресурсов Но вот кораллов и прочих водорослей стало резко не хватать Вокруг моей новой глубоководной базы не было подобных растений Я, конечно, мог бы быстро добраться до первой базы на мелководье Благо для того, кто умеет выживать, пространство не помеха Особенно если в чертежах обнаруживается квантовый телепортатор Но я решил, что это будет слишком уж неуважительно к этой планете К тому же я экономлю электричество, а то вдруг еще счет предъявят Поэтому я построил специальное приспособление для выращивания растений в тепличных условиях Через несколько дней эта затея дала результат Я стал еще на шаг ближе к окончанию своего путешествия И вот, спустя месяц ракета построена Что же, это было сложно и в то же время приятно Пришло время лететь домой Правда, самосканирование сначала мне сказало, что я чем-то болен Но этот вопрос быстро решился приемом таблетки парацетамола Мне ее дал еще дед, 20 лет назад С тех пор нашу ее в кармане, как знал, что однажды пригодится Ну, вот и все Меня зовут Бэр Гриллс И я выжил на планете Манаан Что ж, продолжаем обзор модов Давайте начну с самого спорного С квантового телепорта Мод так и называется FCS Quantum Teleporter Сами понимаете, с какой линейки Это кабинка, которая телепортирует в другую кабинку Телепортировать она может как во внутренностях базы Так и на более удаленные расстояния Для этого нужно добавить метку в глобальную сеть Поставив галочку вот здесь Прыжок требует энергии, разумеется Если это дальняя телепортация, то она будет стоить полторы тысячи энергии у отправителя и 150 у получателя Если же это прыжок по базе, то отправление будет стоить 150 и появление тоже Итого 300 энергий с базы Однажды я прыгнул на базу, которой подошло бы название Жопа Мира На которой не было ни транспорта, ни ресурсов И вдруг обнаружил, что топливные стержни на той базе, с которой я только что ушел, того, закончились И энергия там больше не вырабатывается Так что я не мог вернуться Пришлось загружаться Но вы, полагаю, избежите этой ошибки Согласен, мод на любителя Но мне, если честно, не всегда охота долго плыть от одной базы к другой Просто потому, что мне срочно что-то там понадобилось на пару минут Тем более, если это не просто база на поверхности Я, например, люблю их строить в активной лавовой зоне Под летающими островами В общем, там, где придется улепетывать от призрачных ревиафанов Чтобы добраться до местного назначения Ну и все в таком же духе И мне телепорт иногда оказывается полезным На худой конец, если захотите, вам никто не мешает добраться туда своим ходом Сделав вид, что никакого телепорта и нет Поэтому смотрите сами Нужен вам этот мод или не нужен Кстати, можно подредактировать файл так, чтобы он требовал гораздо больше энергии Скажем, 10 тысяч Чтобы уж совсем было сложно и правдоподобно И да, собрать кабинку не так-то легко Ресурсов надо немало Идем дальше Простенький мод на часы Но, блин, какой полезный Называется Base Clocks Есть два варианта Циферблаты и цифровые Интересно то, что они могут показывать как реальное время, так и внутриигровое Переключается оно простым кликом по часам Если реальное время я и так знаю, в принципе То внутриигровое часто знать полезно Например, чтобы понимать, что скоро приток энергии от солнечных батарей закончится Просто и со вкусом Далее про Циклоп Помните, я говорил, что для мода на кислород на Циклопе нужен другой мод? Вот это он Мод More Cyclops Upgrades И тут довольно спорно, как по мнению, нововведение Постройка, которую можно разместить только на Циклопе Зато в любой его части Это дополнительный отсек для шести модулей То есть, если вы балуетесь модами на модуле Циклопа То этот мод вам понадобится обязательно В случае моей сборки, он нужен просто как необходимый для работы другого мода Вот и все Но опять же, можете смело его использовать А не хотите, просто не ставьте эту тумбочку Далее еще мод на преображение Циклопа Cyclops Near Field Sonar Да, я знаю, что у него уже есть сонар Но это немного другое Справа внизу раньше показывалось полидетектор агрессивной фауны Да, беспонтово, как по мне Теперь ему на замену пришел мини-сонар Очень часто в темноте глубины приходится идти исключительно по приборам И вот тут сонар выручать просто неописуемо Но, разумеется, и другие суда тоже не обделили У мотылека и краба есть такие, знаете, неприятные недостатки Чтобы открыть, к примеру, хранилище, нужно вылезти из машины и подплыть к нему Это очень неудобно, особенно если вокруг опасно А вокруг довольно-таки часто опасно У игры там всякие стражи, знаете ли, температура воды под 70 градусов Теперь это в прошлом Моды C-Move Storage Access и Q-Prawn Upgrade Access Ставят возможность использовать хранилище, не выходя из аппаратов Я понимаю, в каком-то смысле это тоже такая глубоководная романтика выживания Но, ей-богу, неужели такой высокотехнологичный механизм Не имеет возможности доступа в хранилище изнутри? Я никогда в это не поверю Кстати, в случае с модом для краба Нам также полагается возможность на ходу менять его манипуляторы Не мне вам рассказывать, как часто иногда приходится переключаться между буром и присоской Теперь это делается легко и непринужденно В случае с мотыльком просто жмете на ту кнопку, на которой висит контейнер От одного до четырех, соответственно В случае с крабом любую цифру в том же диапазоне для смены модуля И клавишу R для того, чтобы порыться в бардачке И раз уж я начал о подводных аппаратах, сразу скажу про мод О котором можно сказать так Какого хрена разработчики сами до этого не додумались? Ну, это вообще отличительная черта модов как таковых в принципе Разработчики тоже ведь люди Так вот, мод, сканер, модуль Ну, вы уже догадались, да? Модуль сканирования на оба аппарата Просто активируешь его на мотыльке и сканируешь не вылезая На крабе сканирование идет в постоянном режиме Ну гениально же! Теперь не нужно вылезать в воду с температурой 70 градусов, чтобы просканировать кораллы и рыб А, как вам? Классно же! И также без подарка не остался морской глайдер Мод Sea Glide Map Controls делает то, за что я готов расцеловать его создателя Конечно, при условии, что его создатель это девушка, к тому же рыжая Мод забивает включение и выключение голокарты на отдельную кнопку F А на правую кнопку мыши остается только свет Господи, спасибо тебе! Как же меня бесила эта опция! Я не хочу плавать со светом, но иногда он нужен Голокарта мне мешает А я не пользуюсь голокарты! Чтобы выключить и свет, и карту, приходится нажимать минимум 6 раз! 6 раз! Минимум потому, что в темноте видно, получилось или нет А на свету ты все 20 раз кликнешь с матюками По себе скажу, плавать с этой хреновиной стало куда приятнее и спокойнее О да! Теперь по поводу распределения ресурсов Я знаю, что существует мод с автосортировкой по нужным контейнерам Но мне он не нравится Есть два более интересных, на мой взгляд, модов, которые убирают в нем нужду Первый называется ресурс-монитор Он добавляет возможность построить на базе монитор, который покажет, какие в принципе ресурсы есть на базе То есть вообще даже еду Чтобы получить нужный, просто щелкните по нему и все Есть два варианта монитора, большой и маленький Большой он во всю стену, но, как по мне, он неудобен Ибо приходится подходить вплотную, и ты просто не видишь всей картины А вот маленький в самый раз И дешевле, и место занимает меньше, и удобен до нельзя Еще один мод Easy Craft По факту он дает возможность при постройке использовать не только те ресурсы, что у тебя в инвентаре Далеко не безграничны, заметьте А еще и те, что есть на базе, расположенные не далее, чем 100 метров от вас Также в меню настройки мода, оно на Escape, если вдруг кто забыл Есть дополнительная опция, которая дает возможность использовать ресурсы не только с базы Но и со всей округи в радиусе 100 метров Не в смысле те, что валяются А в смысле, вот, например, завис над вашей базой циклоп А там хранилище забито И при постройке ресурсы будут браться и из инвентаря, и с базы, и с циклопа И не надо туда-сюда, как рыба метаться, забивая инвентарь Также мод можно вовсе отключить в том же меню, вернув старый режим Соответственно, уже не имеет никакого значения, в каком шкафу какие ресурсы лежат И это, на мой взгляд, крайне удобно И никакой автосортировки не надо Ну и еще один славный мод из серии FCS Называется Hydroponic Harvesters На выбор мы можем построить три кабинки разных размеров После чего засадить в них семена и выращивать Вестительность зависит от размеров харвестра Один, два и четыре соответственно Посадить можно как сухопутные растения, так и подводные Есть кнопка переключения режима Если не получается посадить растения, значит вы просто включили не тот режим У меня такое бывало Есть декоративная опция подсветки и совсем не декоративная опция подачи энергии Выкл, вкл, мин, хай и макс Разумеется, на максимальной подаче энергии будет улетать немало Но зато и растения быстро подрастут Сами знаете, эти пластинчатые кораллы Они так бесят Я устал плавать за ними Теперь их можно выращивать прямо на базе и в ус не дуть Или дуть, но все равно выращивать Ну и закончим сборку парой интересных модов Легко настраиваемый в меню мод SnapBuilder позволяет создавать предметы ровно Наконец-то! Это для таких вот корявых на глазомер созданий, как я Теперь все будет как по линейке Мод можно отключить или наоборот сделать его включение по зажатию клавиши Потому что все же иногда нужно свободное трансформирование Ну и мод Mork Week Slots добавляет больше быстрых слотов Теперь их 12, а не 5 по количеству клавиш на циферблате Сам инвентарь остается тем же, каким и был Просто кучу аппаратуры теперь можно заготовить на нужные кнопки И не лазить каждый раз и перенастраивать Когда тебе на глубине посреди кишащих стражей вдруг понадобилась гравипушка, а не нож И вишенка на торте Решейд Куда уж без решейда Хотя это и конечно дело вкуса Например, любой решейд из тех, что я использую на базе Смотрится фигово Все вокруг белесое Зато вот под водой или над водой с решейдом картинка смотрится просто шикарно Впрочем, под водой с ним вообще ничего не видно, как правило И идти приходится реально по приборам, что на самом-то деле реалистично Уж точно реалистичнее того, что есть в игре, когда на глубине 600 метров все еще виден солнечный свет Благо, включать и выключать решейд, как и инби, можно нажатием одной клавиши Любой на выбор Устанавливается он очень просто Идем на сайт решейд.ми и качаем последнюю версию На момент съемки ролика это 4.6.1 Запускаем файл и убираем экзешник игры Или же просто перетаскиваем его на программу Далее выбираем нужную версию DirectX и устанавливаем Просто соглашайтесь со всем, что предлагают, если не разбираетесь Если разбираетесь, можете порыться в опциях Собственно все Осталось только в папку с игрой кинуть пресесоры шейдом Вообще их очень легко найти на разных сайтах На SweetFX, на Nexus Или же сделать самим, если разбираетесь И да, не забудьте зайти в настройки и забить клавишу на активацию, как показано в ролике Я для этого выбрал звездочку на нумпаде Все, наслаждайтесь Переключать пресеты можно, вызвав меню кнопкой Home И просто жамкой на стрелочке Хотя наверняка и эту функцию тоже можно забить на клавишу Да, действительно можно Ну вот и славно Разумеется, SweetFX, ENB, Reshade Все они влияют на производительность Так что смотрите, выбирайте, экспериментируйте У меня вот, например, с Reshade средний FPS 40-45 Но я играю на ультрах и в 4К Все еще, конечно, зависит и от оптимизации самой игры И тут сабнафтика подкачала Ну да ладно Теперь по доброй традиции создайте папочку Назовите ее сабнафтика-мод Или вообще как хотите ее назовите И поместите все названные моды в нее А затем сохраните куда-нибудь Все, сборка готова Всего в нее вошло 29 модов Немного, правда? Но я решил не перегружать игру И сосредоточиться на балансе и интересности Однако были и другие моды, которые я нашел не с балансными Или которые просто мне не понравились И поэтому я не включил их в сборку Но все же они достойны внимания И сейчас во второй части Морализонского балета Я вам коротко о них расскажу Однако учтите, что данную сборку я тестировал Как обычно, на работоспособность И как итог, все работает и все совместимо Но вот в момент подбора модов Я сталкивался с тем, что некоторые конфликтуют Некоторые перестают работать из-за других Короче, все моды, которые я сейчас покажу Ставьте уже на свой страх и риск И, соответственно, тестируйте тоже сами Ничего далее гарантировать не могу Ну давайте быстренько, прям голопом Коротко Мод сабнафтика-мэп Да, вы наверняка уже весь ролик задаетесь вопросом А где же самый полезный и нужный мод? Наверняка уже настрочили коммент, не досмотрев до конца Вы же так это любите Тем, кто дотерпел, мое почтение В общем, вот он Мод добавляет карту Теперь у нас есть дополнительный раздел в меню навигации Нашего датапада На самом деле вещь правда удобная Можно включить как топографический режим Так и режим биомов и еще куча всего Это правда удобно Но лично я считаю, что этот мод лишний Я люблю исследовать все сам К тому же в игре специально сделаны маяки Чтобы ты не терял найденные места Карта слишком уж упрощает жизнь Ведь в ней еще и все наши базы и транспорты отмечены А где же второй, самый нужный мод, спросите вы Мод на кооператив? Да, вот он Nitrox Multiplayer Mod Я вам просто о нем расскажу Показывать не буду Ну то есть как расскажу? Что тут рассказывать? Мод на кооператив Да, он работает с горем пополам Да, он глючный как ёпп Очень глючный Да, он убивает атмосферу Ну, впрочем, атмосфера кооператива всегда убивает атмосферу игры Исключения крайне редки и зависят еще, конечно же, от компании Я понимаю, иногда классно сыграть в Morrowind, в Skyrim, в Subnautica Как в онлайн игру, но... Но... Идем дальше Моды Upgrade Vachels и Cyclops Speed Upgrades Мда Первый добавляет модуль скорости для мотыляка и краба Второй для циклопа На самом деле, очень удобно, когда быстро плаваешь Особенно на мотыляке, юрком и компактном Но... Скорость слишком уж дисбалансная И если мотыляку это простительно Все-таки он неправда юркий такой, но тем маленький То вот когда краб выдает прямоходом 145% скорости Это, извините, чересчур Когда без всякого ускорения и без опасности пожара в заднем отверстии Циклоп шпарит по океану Это перебор Это классно, но это рушит баланс О каком исследовании глубин идет речь и слиты с криком «Эй, смягол!» Пролетел под носом у жнеца Он даже заметить ничего не успел Еще больше дисбаланса вносит мод More Seam of Depth Дипф Ну, короче, Тиф Он добавляет возможность крафтить новые модули глубины для мотыляка В общем, теперь мотыляк это универсальная машина Которая может рвать со скоростью 150% И нырять на глубину 1700 метров Оно вам надо? Лично мне нет Мод Radial Tux гораздо более интересен Он заменяет интерфейс линейного на радиальный То есть предметы на станке будут выдаваться по кругу, а не по прямой Иногда это дико полезно, потому что порой линия заходит за экран И просто не видно, что там выше Но у мода есть минус Привычка Привычка – вторая натура Я вот в радиальном меню начал путаться так, что пришлось мод удалить Но вот если вы начали новую игру после передышки, например Или в принципе еще не играли Такой тоже бывает То быстро привыкните к круглому интерфейсу Который на деле очень удобен и красив Cyclops Nuclear Reactor Если вам вот прям совсем не хочется заморачиваться с энергией для циклопа Что для меня странно, это же часть геймплея Ставьте этот мод Он позволяет соорудить на борту Онова ядреный реактор А также модули к нему, повышающие эффективность до каких-то прям совсем уж непозволительных пределов Заправив циклопа однажды на полную, вы можете прокататься так всю игру Есть еще мод на биореактор для циклопа Но я его даже смотреть не стал Зачем так извращаться при наличии ядерного реактора С другой стороны, если хотите, пожалуйста Дали моды серии FCS Не все из них мне пришлись по душе Например, мод Data Storage Solutions Он мне показался дико замороченным По факту он создает облачные хранилища И такие серверы только для предметов Построив нужные терминалы, вы из любого места можете получить доступ к материалам Короче, это мод по своей метафизике переплюнул даже квантовый телепорт При наличии последнего, вся эта кутерьма с хранилищем Для меня выглядит как перегруз геймплея лишними деталями В ту же яму я отправил мод на MedDoc О котором даже особо рассказывать нечего Просто огромная громоздкая платформа С четырьмя аптечками Зачем он нужен, вообще непонятно И мод X Storage Deport Это аналог почты России, только на условном манаане Можно отправлять предметы с одной базы на другую Только зачем, если есть телепорт Впрочем, если вам сам телепорт не по душе То как раз таки вот этот мод может вам понравиться Наверное Из той же серии мод Газ под коллектор Который на манер дриллера собирает ресурсы Точнее, один единственный ресурс Газовые шары ждунов Вы просто берете, размещаете коллектор рядом с пастбищем ждунов И ждете такой вот каламбур Правда, как по мне, сбор газовых шариков и так довольно прост Когда в руках гравипушка А в тех количествах, что нам предлагает коллектор Они попросту не нужны Ну куда мне их 40 штук за раз? На торпеды? Так и торпед столько не надо Мне вообще нисколько их не надо Они бессмысленные Последний мод из этой линейки Power Storage Тоже, знаете, замороченный Мы строим энергоузел с ячейками Которые можно переключать в режимы зарядки Или отдачи энергии Накопив, они начинают ее сами отдавать Вроде полезно, чтобы те же биореакторы Не производили энергию в пустоту Но лично для себя я не нашел применения этой повербанки Закончились линейки FCS Теперь мод Tech Pistol От людей, тоже, видимо, решивших, что торпеды бесполезны Теперь у нас есть пистолет Йо-хо-хо С двумя режимами стрельбы Не имба, но все же Все же игра задумывалась несколько иначе, ребят Хватит нас и оседлания жнецов на крабе Ну честное слово Как, наверное, это странно звучит для непосвященных Теперь еще и расстрельная команда на готове Нет Такое не по мне Ну и последний мод Custom Hall Plates Вот его я даже в итоге добавлю в коллекцию Он добавляет крафт табличек С одной стороны декорация, с другой же, если база большая Если хотите, чтобы она была красивой Или если играете, скажем, в онлайне Будет не лишним обозначить, что где находится Можно заморочиться и сделать свои таблички, заменив изображение Просто открываете оригинальный файл И аналогично перерисовываете или заменяете его На этом, пожалуй, все Для сабнафтики вышло уже довольно большое количество модов Не Скайрим, конечно, но Там и масштабы игр разные Но все равно Я выбрал для себя самые интересные Протестировал их в сборке И теперь могу смело рекомендовать их вам Потому что, на мой взгляд, эта сборка вполне способна вернуть вас в сабнафтику Повысив ее реиграбельность Это действительно очень хорошая игра И большое счастье, что благодаря талантливому сообществу Мы можем так ее разнообразить Ладно, Кусто, танцы окончены Можете отложить свои бубны На этом я, шаман племени Синего Зайца, прощаюсь с вами Но вы не расслабляйтесь там Игр-то много интересных, и модов к ним тоже Разминайте кости и готовьтесь к новым танцам с бубном Ну и самое главное Мойте руки перед колдовством Иначе Амнисия вам этого не простит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok